Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев и это проект Joomla Sensei, 12 урок. С этого урока мы начинаем плотно изучать модули, модульные позиции и все, что с ними связано. Напоминаю, что модули в данный момент у нас на шаблоны активные. Вот видно MyMenu, то есть это меню. Модули это форма для входа, например, с зарегистрированным пользователем. И у нас еще есть здесь активный модуль «Хлебные крошки». Нам нужно его переместить наверх. Как правило, он идет наверху и не внизу. И с главной страницы его тоже убрать. На главную он не нужен. Что нужно делать в самом начале? Сначала мы должны посмотреть, какие модульные позиции нам предлагает выбранный нами шаблон. В данном случае у нас вот этот шаблон родной от Joomla, протастар. То есть, соответственно, мы на нем тренируемся. А уже если будем делать рабочий сайт, который запустим в интернет, на котором вы будете что-то вести, какие-то там свои статьи, естественно, вы подберете себе шаблон покрасивее. Но для тренировки этот шаблон очень хорошо подходит, потому что у него минимальное количество багов. Он качественно написан самими разработчиками, которые разрабатывали Joomla. Так вот, что сделал, чтобы проверить, какие модульные позиции есть в данном шаблоне. То есть, все модульные позиции во всех вообще шаблонах появляются одинаково. Переходим в админ панель. Переходим в расширение менеджер шаблонов. И вот здесь в углу есть справа кнопочка настройки. Заходим туда. Видим вот такую картину. Просмотр позиции модулей. И у нас стоит в положении отключено. Мы включаем, чтобы просматривать позиции модулей. Нажимаем сохранить и закрыть. Дальше мы переходим на главную. Смотрим в адресную строку. Ставим там косую черту. И вот подставляем, смотрите, как у меня. Вопрос. ТП равно единице. Именно вот такая конструкция. И нажимаем Enter. После этого вы видите, как изменился у меня шаблон. Вот эти вот позиция, позиция и название позиции на один, баннер. Это и есть название модулей. И вы визуально видите, где будет отображаться контент, если вы разместите в той или иной модульной позиции. Видно, что правая у нас так называемая сайдбар находится в позиции 7. Видите, можно на одну позицию вешать, в принципе, неограниченное количество модулей. Как сейчас вы видите здесь. MyMenu модуль. LoginForm модуль. Выведен здесь. Вот такая вот позиция есть для поиска. Поле поиска можно будет повесить. И у нас еще есть внизу модульные позиции. Позиция 2 у нас выводится как раз в хлебной крошке. Мы его с вами перенесем, скорее всего, в позицию, либо позиция 3, либо, может быть, позиция номер 1. Позиция Footer и Debug. Есть позиция. Это, чтобы мы знали, где находится. Давайте сейчас просто для примера, давайте перенесем с вами хлебные крошки наверх. И заодно рассмотрим настройки данного модуля. Так, модуль у нас находится, смотрите, расширение рядом с шаблонами. Первый. Менеджер модулей. Заходим сюда. И у нас всегда, когда мы ставим чистую джуму, у нас по умолчанию всегда включены 3 модуля. Вот это и есть хлебные крошки. MyMenu и LoginForm. Видно вот здесь позиции, то есть где находятся данные модуля. Здесь видно ихний тип. Сразу можно понять, что за модуль. Также здесь все необходимые параметры. Доступ. ИД и так далее. Смотрите, вот здесь есть такой фильтр. Выбрать состояние. Если кликнем выбрать состояние, у нас просто больше состояния нет. Если у вас много активированных модулей, всяких разных, вы можете отсортировать по неопубликованным. У нас просто нет неопубликованных модулей. Или опубликованных. Также можно сортировать по типу, по уровню доступа и так далее. Ну и соответственно присутствует также поиск по названию модуля. Если у вас очень много модулей, вы не можете найти нужный модуль. Ну и вот самый первый. Видно, да? Позиция 2. Хлебные крошки. Мы кликаем также по заголовку и заходим внутрь модуля. Также здесь я уже не останавливаюсь. Аналогичное отключение и включение модулей. Если не нужно, да? Вот сейчас я выключил, мы его не видим, да? Выбираем все состояния и мы видим все модули. Вот отключенные у нас хлебные крошечки здесь. Также здесь все удаляется в корзину. Ставите галочку, корзина. И потом корзину надо чистить. Состояние. Заходим в корзину. Нам нужно восстановить этот модуль. Он нам нужен. Здесь выбираем все состояния. В общем, остальное все то же самое. Смотрим еще раз. Давайте попробуем поместить позиции 1. Заходим внутрь нашего модуля. И сразу давайте сначала назначим ему позицию и посмотрим, как он смотрится. А потом поговорим о настройках. Позиции находятся вот здесь. В правой части сайта. Кликаем по стрелочке. И здесь идут все шаблоны со всеми модульными позициями. Те шаблоны, которые установлены уже у вас в джумле. У нас по умолчанию. Помните? То есть видно вот заголовок его. И ниже идут его модульные позиции. Мы на них не смотрим. Мы ищем заголовок про то старое. Это название нашего шаблона. Находим его. И теперь мы ищем название позиции. У нас она называется позиция 1. Вот она. Навигация. Позиция 1. Выбираем. Смотрите. Можно скрыть заголовок. Это вот этот заголовок. Или его переименовать, чтобы мы знали, что это такое. Чтобы мы не забыли об этом. И пишем прям. Так вот он называется. Это для нас. Чтобы мы видели в админке. На фронтальную часть сайта не надо это выводить. Поэтому показать заголовок. Вот здесь ставим скрыть. В правой части. Ну давайте пока сделаем сохранить. Изменения. Идем на главную. Ну теперь смотрите. Нам вот эти модульные позиции мешают. Вы эту концовку. Вопрос.тп1 удаляете. И просто. Ваш адрес сайта. Главная страница. Вот. У нас уже выводится здесь вот наверху. И на главной, как правило, хлебной крошке никогда не выводит. Нам нужно выводить внутри поста. Вот так вот. Смотрите. Вот сейчас выглядит здесь хорошо. Вот такие крошечки. Они очень-очень полезны. Как и для поисковиков. Так и удобны для пользователей. Я советую их использовать. На главной нам это не нужно. И давайте посмотрим на строчки. Показывать надпись «Вы здесь». Это вот эта надпись. Я не знаю. Тут смотрите сами. Я не показываю. Вот. Показывать. Убираем. Название главной страницы. Можно здесь выбрать. Прописать что-то свое. Здесь оставляем. Да. Вот еще. У всех модульных позиций есть такие вкладки. Да. Тоже важная вкладка. Привязка модулей. Это привязка на странице. Вдруг на какой-то странице вам, например, какой-то модуль не нужно отображать. Или вообще чистая страница, чтобы не было по бокам никаких модулей. Здесь вы выбираете ни на одной странице. Тогда они будут показываться нигде. Ни на одной. На всех страницах. Значит на всех. Только на указанных. И появляется вот такой список из существующих ваших пунктов меню. Вы вот так снимаете галочкой там, где вы не хотите, чтобы модульные позиции показывались. То есть не модульные позиции, а данный модуль. То есть вот этот хлебные крошки, например, не показываю. Я на странице материалы, уроки, демо. Я показываю везде. Поэтому я выбираю на всех страницах. Остальное тут не особо важно. Дальше. Нажимаем сохранить. Смотрите, я закрываю. И вот видите, хлебные крошки здесь будут отображаться в админке для нас. Чтобы мы знали сразу. Удобнее, да? Когда написано, так как для нас понятнее. Поэтому сразу переименовывайте все модули под себя. Обновляю страницу. С главной страницы у нас исчезает. Заходим подробнее. Немножко не так я сделал. Смотрите. Показывать главную вы оставляете. Показывать надпись вы здесь на ваш выбор. И вот как раз о чем я и говорил. Мы просто здесь выбираем только на указанных страницах. Снимаем галочку. На главной мы не показываем. Вот и все. Сохраняем. Так. Выходим на главную. И вот теперь сейчас у нас ничего там нет. Все. Все нормально. Вот заходим в любую статью. Здесь наши хлебные крошечки. Человеку удобно. Будет выйти сразу на категорию видео. Или перейти сразу на главную. Вот. С хлебными крошками разобрались. В принципе там и место. Наверху. Есть такая кнопка еще сохранить копию. Точно не подойдет для хлебных крошек. Это нужно например если какой-то модуль у вас дублируется. С каким-то контентом. То есть вам надо продублировать. Вот вы настроили модуль с теми же настройками. Нажимаете сохранить копию. Сохраняется такой же модуль. Где вам надо изменить например только заголовок. А все-все настройки надо чтобы сохранились. И вот эта кнопка существует здесь для этого. Редко сам пользуюсь. Нажимаю закрыть. Из этого урока вы поняли. Как смотреть модульные позиции выбранного вами шаблона. Ну в данном случае мы работаем на протестар. И где находятся модули. И как с ними работать. Так же смотрите мы имеем вот три модуля. В следующих уроках мы начнем так же разбирать. Майн меню. А вот логин форм есть настройки. Мы еще дойдем до этого. Смотрите как создать вообще новые модули. Joomla предлагает ряд полезных модулей. Которые включены вместе с Joomla. Смотрите мы нажимаем на кнопку создать. И у нас тут целый список всевозможных модулей. Которые могут нам пригодиться. Здесь в принципе все на русском. Некоторые из этих модулей конечно же мы разберем. Смотрите. На сайте можно иметь несколько модулей меню. Как правило бывает такое что меню есть вот наверху. И меню внизу. Мы с вами еще это проделаем. Наверное в следующем уроке. Смотрите. Вот видите меню. То есть аналогичный модуль. Если мы кликаем по заголовку меню. У нас создается такой же модуль меню. Который у нас уже стоит. Мы его например по другому называем. В меню надо создать другой там пункт меню. И вывести его внизу. То есть мы еще об этом поговорим с вами. Вот еще раз смотрим создать. Ну и тут еще много интересных значит модулей. HTML код. Баннер. Вот например материалы. Последние материалы. Там связанные материалы. Мы с вами разберем здесь умный поиск. Что это такое. Тут два поиска. Поиск и умный поиск. И в чем отличие между ними. Вот в принципе я практически не пользуюсь родными модулями здесь. Вот популярный модуль HTML код. Также его затронем. Вы должны понимать что на Joomla вот таких модулей написано разработчиками отдельно. Очень много. То есть мы отдельно на Joomla можем в два клика без вообще напряга установить в Joomla как и шаблон. Те модули какие нам нужны. Также и плагины и компоненты. Это все будет вас ждать в будущих уроках. Об этом обо всем поговорим. Сейчас мы пока разбираем саму Joomla и все ее возможности. Основные возможности. На этом я заканчиваю данный видео урок. Потенируйтесь. Посмотрите модульные позиции. Перемещайте модули из разных модульных позиций. Потенируйтесь. Это будет домашним заданием для вас. Аналогично здесь все то же самое. Например, в Майнменю можете попробовать дать ему другую модульную позицию. Также смотрите, как называется модульная позиция и пробуйте перемещать. А мы увидимся с вами в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. Каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.